Еще раз всем добрый вечер, рада всех видеть на моем дебюте. Я думаю, вы все ждали этот вечер, а я ждала еще намного-намного сильнее. Я рада всех приветствовать, все, кто сегодня пришел, кто пришел поддержать меня, кто пришел познакомиться. Вы все настоящие лидеры, настоящие целеустремленные будущие директора. Просто у каждого своя скорость, свой путь, но вы все прекрасно знаете, что все в наших руках. И начать свой вебинар я хочу с притчи о человеке и мире, которая мне очень нравится, и я ее всем рассказываю. Однажды, когда был серый дождливый день, мальчик по имени Пэт не мог найти себе места и все время крутился возле своего отца. А тот в это время готовился к докладу. Как вы понимаете, мальчик серьезно папе вмешал. Отец уже не знал, чем его занять, на улицу не выпроводить. И тут нашел среди своих старых журналов, один красочный большой журнал, вырвал оттуда лист с картой мира, разорвал на маленькие-маленькие кусочки и сказал, вот тебе мозаика, собери, пожалуйста, карту так, как она была, и я тебе дам денег на мороженое. И подумал отец, наконец-то, у меня полчаса, стабильно есть, вы можете больше. Каково же было его удивление, когда мальчик через пять минут пришел, сразу с готовой картой, все было правильно, отец не знал, что это такое. Даже он так, взрослый человек, быстро не собрал бы. Говорит, как это тебе удалось все так быстро собрать? На что мальчик отвечает, с обратной стороны было изображение огромное человека. Я перевернул все кусочки и решил, если я соберу правильно человека, то и мир будет правильный. Отец выгоднулся, дал поэту обещанные деньги, а сам подумал, что у него уже есть название для доклада. Если человек правильный, то и мир будет правильный. В этой истории есть очень ценный урок. Если вам не нравится мир, начните менять себя. Изменитесь. Сами изменится и мир вокруг. Почему я всегда рассказываю вот именно эту притчу, потому что она прям про меня. Не знаю, может кто-то из вас и себя где-то узнал, но она про меня. Я думаю, вы не все верите. Итак, начнем. Как вы все знаете, зовут меня Ольга Карпович. Я в закрытом звании старшего директора. Закрыла это звание на Новый год этот, в 2018 году. Директора у меня нет. Только много лидеров. Это 3, 6, 9 и 12 процентов уже открылась наконец-то моя Светлана. Просто много консультантов, которые любят продукты компании, которые покупают сами, рекомендуют своим родственникам, друзьям. Вот так у меня и получился старший директор. В структуре у меня, как я всегда рассказывала, 670 человек. Но так как компания постоянно делает чистку, в этом каталоге у меня осталось 612. Ну, ничего страшного. Нам неактивные не нужны. Мы скоро и так 700 закроем, я так думаю. Активность группы у меня хорошая, от 30 и более процентов. Чуть дальше я вам покажу, как я закрыла прошлый каталог. И у меня активность была почти 39 процентов. Но так было не всегда. Родилась я в обычной семье, в деревне, правда, большой. Как вы знаете, я из Беларуси. Мама работала уборщицей, папа трактористом. Все мои родственники, все прям, я помню, даже обижалась, что все едут к дяде, к тете, куда-то в город отдохнуть. А меня прям все живут в одной деревне. И, как понимаете, мне вот это все пророчили. Так как роду умных у нас нет, с высшим образованием тем более. Но я, наверное, оказалась, родилась лидером. Еще в четвертом классе я решила, что я не буду жить в деревне, и я хочу быть учитель. Никто меня не верил. Но я целенаправленно шла к своей идее. Я просто боготворила учителей, особенно тех, которых я любила, которых я оценила. Но у меня был очень огромный мотиватор. Этим мотиватором у меня была мама. Вы скажете, как это же круто! А вот и нет. Меня мама постоянно с кем-то сравнивала. И не то чтобы унижала, просто... Ну, реально никто не верил, что что-то или чего-то я в этой жизни достигну. Всегда сравнивали. Там у учителей, допустим, ногти красивые. У тебя некрасивые. Ты учителем не будешь. То уши не такие, то ноги, то то. Ну, если начинать уходить вглубь, то не очень хорошо будет. Поэтому я просто шла к своей цели. И после 11 класса я сама, без чьей-то помощи, ну, конечно, мне родители дали денег, поехала поступать. Поступила я на бюджет, на факультет начальной класса с английским языком. Отучилась. Но что самое интересное, вот сейчас я могу с уверенностью сказать, что ты что-то где-то предполагаешь, но не зря говорят, Бог распределяет. Я со школы не любила английский. Когда поступала, жизнь сказала с английским. Со школы не любила информатику. Сейчас я изучаю компьютер, изучаю интернет. Поэтому всё мы можем. И вот до 18 лет, скажу честно, вот я была таким вот испуганным ребёнком, ребёнком, грубо говоря, загнанным в угол. И только когда поступила, первое, что мне дошло, что таким человеком я не могу оставаться. На мне будут ездить, будут руководить, а я такой не хочу. И уже пошло моё изменение. Закончила. Я, когда мне было 20 лет, устроилась в школу. Вот здесь на слайде вы видите. Я учитель. Где я с макакой, это я жила у тёти, когда училась. И было страшно работать. Поэтому такому человеку, как я, я думаю, вы представляете. И если вы сейчас что-то говорите страшно, не могу, не умею. Всё мы умеем и всё мы можем. И, может быть, дальше всё продолжалось, потому что у меня было очень много комплексов. Прям очень. Пока я не связалась с сетевыми. Вообще в сетевые я попала 25 лет. Это была другая компания. Но я не понимала сути. Мне нравилось предлагать, мне нравилось продавать. И у меня были свои клиенты, у меня хорошая память. Я помню, кто что заказывал, кто что любит. И вот так я держала своих консультантов. Точнее, покупателей. Вы, наверное, сейчас думаете, ком это она рассказывает. Да, я тоже так думаю. И я бы, может, даже до сих пор была в той компании. И так, тогда я достигла до 9%. Но просто на продажу. Конечно, были девочки, которые у меня были в структуре. Но скидки там были очень маленькие. А товара было у нас очень много. И это, может быть, и продолжалось бы дальше, если бы меня в интернете не нашла Оксана. И сейчас я реально понимаю, что если бы я Оксану не знала раньше, я бы никогда в жизни ей не поверила. Просто она меня нашла в сети Одноклассники. Когда мы начали общаться, я поняла, что это та Оксана, с которой мы жили в общежитии, друг напротив друга, с которой мы общались. Она мне даже помогала готовиться к уроку математики первому. Мы с ней сразу созвонились. Очень хорошо помню, проговорили час точно. Она мне рассказала, что она сейчас директор, что у неё свой офис, у неё машина. Она уволилась со школы. Она только что прилетела из Египта. И она это всё рассказывает. И я понимаю, она старше всего лишь на один год. А у меня есть однокомнатная квартира. Но за это время я уже вышла за Усс. Но квартира в кредит, кое-как обставили собственными силами. Тоже всё в расточках. И я хожу пешком, а иногда на автобусе. Меня это реально цепануло. Мы с ней проговорили, проговорили. И она поняла, что терять таких людей не нужно. И она мне сразу высылает полный пакет различных начальных инструментов. Там был не только каталог. Были и брошюры по бизнесу, и куча пробников, и всего-всего. Но, как понимаете, я же вообще не знала ни продукта, ни ничего. Итак, я попала в Фаберлик. Но к нему, именно к компании Фаберлик, именно к сетевому, я относилась точно так, как к предыдущей компании. И с той компанией я сразу ушла, потому что видела, что цены дешевле намного. Так как я, говорю, помнила всех своих покупателей, они мне, конечно, звонили. Я сразу говорила, я сейчас в Фаберлик, могу вам подобрать тушь ничем не хуже, намного бюджетнее. И точно так мы подбирали и парфюмы. И вот так вот я всех постепенно-постепенно вот этих же покупателей перевела в свои консультанты. Спасибо за вопрос, Вера. Не сказала. Оксана меня нашла, я очень хорошо помню, 18 июня 2011 года. Мне было 26 лет в то время. И так получилось, что я училась в Пинске, Оксана тоже была в Пинске, и нас как раз собирали пять лет после колледжа. Я приехала раньше, чем нас собирали, сразу приехала к Оксане в офис. Она меня совсем ознакомила, рассказала, показала и показала суть, как можно зарабатывать, показала свои чеки. Ну, и по чуть-чуть, по чуть-чуть я вот так вот начала расти. И если у вас что-то где-то не получается, вы не поверите, у вас в жизни что-то такое произойдет, который я всегда называю волшебный пендель, от которого у вас перевернется все вот здесь, и вы сами поймете, нужно вам это или нет. И буквально через две недели я зарегистрировала свою подружку, с которой мы тоже учились в Пинске, ну, и работаю, как обычно. Я сразу первый каталог, может, 50 баллов сделала, и, кстати, тогда условия для новичков были намного сложнее. Чтобы шагать по старту, ей надо было 50 баллов. И вот с тех пор я вип-консультант, то есть я скоро буду рутинным вип-консультантом, и тут я где-то захожу, у меня 400 баллов, ну, а я же знаю, что я делаю 100, потом опять где-то захожу, у меня 400 баллов. Маркетинг-план я уже чуть-чуть изучила, но что-то скидки у меня вообще нет, и тут мне Оксана объясняет, что ты то сидишь, а твоя подружка работает, вот поэтому у тебя так. И тогда я поняла, ага, нужно и мне работать. И спасибо Оксане, что она сразу, буквально через полтора месяца, предложила мне, что компания Фаберлик организовывает первый международный форум, до этого были региональные конференции, и говорит, поехали в Москву, надо там быть. Вот если ты хочешь связать жизнь в Фаберлик, надо там быть. Ну как я могу поехать? Во-первых, я кроме Украины, да и то ближайших городов, с фруктами нигде не была. Во-вторых, я всего лишь учила. В-третьих, у меня куча кредитов, рассрочек и так далее. Вот до что я поеду. Как я уже говорю, Оксана у нас очень умная девочка. Она говорит, не вопрос. Я за тебя заплачу, отдашь, когда будет. Понимаешь, билетов нет. Нужно брать. Муж был не против. Все, так я. В июне зарегистрировавшись, в сентябре я уже была в Москве. Первый раз. Вот. Где мы с зонтами? Это первый форум Фаберлик. Почему мы все такие крутые с зонтами? Потому что нам их там подарили. Я очень хорошо помню. Не знаю, как зовут ту девушку. Но я с той девушкой на форуме, вот именно в Москве, в 2011 году пообщалась. Я даже не знаю, может, она из Узбекистана, ну, в общем, честно, не помню. И она мне рассказала, что она работает в одноклассниках. А тогда одноклассники, ну, очень мало людей было вообще в одноклассниках. У меня была основная страничка, ну, как обычно. И вот, я приехала с форума. И как я всем рассказываю, что у меня на страничке 5000 друзей, она создана в ноябре 2011 года. У меня там все мои консультанты, покупатели, клиенты, ну, там же девочки, которые обслуживаются у меня на офисе. То есть, это моя основная страничка. Я с нее даже не работаю, потому что, как вы понимаете, ее жалко, когда она заблокируется. Ну, создала страничку, работаю. Оксана высылает меня из города Пинска ко мне в город заказы. И все время говорит, открывай офис, открывай офис, открывай офис. Ну, как я могу открыть офис? Я же всего лишь учитель, я не предприниматель. Ну, какой офис, о каком офисе может быть речка? А она мне все время говорит, ты будешь первая, пойми. Первой – это совсем другое. У нас в Пинске сколько-то офисов. Ну, как я уже сказала, ну, Пинск до лета не было. И тут иду я по городу с нашими. Никого не трогаю. А идут девочки и раздают листовки. У меня сразу ничего себе. Ну, я прикинула, что я заинтересована, конечно. Они мне рассказали, все показали, там, да-да-да-да-да-да. И сразу такие говорят, вообще мы планируем здесь открыть офис. Вот это было то, что я вам говорю. На следующий же день, за день, даже не за день, я работала где-то до двух часов, до трех часов, я сделала все, что должен открыть индивидуальный предприниматель. Сразу же мы отправляем документы на открытие офиса. Правда, я не нахожу аренду так быстро. И первых три месяца у меня был офис на дому. Нам дают три месяца, чтобы найти аренду. И я нашла аренду. И с тех пор, вот, с 2012 года у меня офис в Берлик. Сейчас я вам его покажу. Вот. Он у меня прошел три стадии развития. Мой офис. Значит, я думаю, видно стадии развития. Денег у меня не было. Я всего лишь учитель. Обставить нечем. Поэтому сначала у меня стоял диван, два кресла. Что-то купила такое дешевенькое. Кому, как говорится, жалко выбросить. Что-то муж сделал. Вот так я начинала. Потом купила пилаж для выдачи заказов. Мы же растем. Затем одну витрину, вторую витрину. Ну, а ровно год назад ко мне арендодатель подошел и говорит, слушай, тебе такой представительной сидеть, ну, работать здесь. некрасивый. Давайте я предложу другое помещение. Конечно, я с радостью согласилась. И сейчас у меня офис на третьей стадии развития. Сразу же, на день рождения офиса в новом помещении, я себе купила директорское кресло, которое мне очень нравится. и оно нравится не только мне, а нравится всем, кто ко мне приходит. Они так и говорят, можно посидеть на твоем директорском кресле. Но это все было не сразу. Я же еще успела поработать учителем, а поработала учителем Я восемь лет. Восемь лет я поработала учителем, выпустила три класса, два класса в деревне, где я попала по распределению. Первые мои выпуски, вторые уже выпустились, они уже выпускники. А последний, как вы видите, 2008, ой, даже не 2008, где написано гимназия, вот это последний мой выпуск. Они сейчас в 11 классе. Я со всеми прекрасно общаюсь. И вы не поверите, очень много коллег у меня обслуживаются, у меня зарегистрированы. Зарегистрированы дети моих родителей, которых я учила. И сами родители зарегистрированы детей. И их же там подружки, сестры, многие есть. А все почему? Потому что они наблюдают за моей жизнью. А жизнь моя изменилась кардинально. как я уже говорю, если раньше для меня Москва была это ну какое-то сверхъестественное, сейчас я побывала в очень многих странах и всего лишь за 7 лет. И почти все были эти путешествия благодаря компании Поберлик. Никогда не бойтесь рисковать. Никогда. Никого не слушайте. Это уже доказано опытом. И опытом не только моим, а опытом всех нас. Просто у наших родителей, бабушек, дедушек совсем другие стереотипы. я, зная своих родственников, вы не поверите, я уволилась среди учебного года, в этом году было 5 лет, как я уволилась. 1 марта моя мама узнала, что я уволилась через 2 месяца, потому что вы все прекрасно знаете, что было бы, если бы я сказала, что я увольняю. все нормально воспринялось, уже ничего не сделаешь, я уже уволилась. Но, как видите, не бедствую, не пошла работать неизвестно куда. Я всегда стараюсь, как я уже сказала, посещать все конференции, всегда стараюсь привозить очень много фотографий, во-первых, это память, во-вторых, это наша работа, вот это нас собирали, где мы с Аленой и Оксаной директоров Беловежской пущи, они же мои первые награды, когда только награждали начком директорским, грамотой, и, как видите, и я менялась, и качество даже моих фотографий менялось, потому что разные совсем аппараты нас снимали. А сейчас смотрите, я специально вставила вот этот слайд, чтобы вы не повторяли моих ошибок. Вот, я закрываю звание директора. Я уже сказала, у меня была подружка, которая рекрутировала и работала больше меня. И я как бы не задумывалась, что вроде бы я и директор, пока в открытом звании, но вот этой зарплаты директор я не получила ни разу. Я, чуть больше половины, может, долларов 300, я получала. А все почему? Что из трех тысяч были полторы тысячи мои и полторы тысячи талии. и красивенько. Доход есть больше, чем учительская зарплата. Больше. И хорошо сидеть на том, что ты привык и думать так, как ты привык. И обратите внимание, у меня было консультант 797. 83 консультанта, если вы видите, сделала мне 3178. Но смотрите, какая активность группы. Это очень слабая активность группы. А еще ниже посмотрите, сколько новых консультантов. Это за целый год. Ой, год, что я уже говорю, за месяц. Даже три недели. Сейчас у нас есть двухнедельная каталогия, тогда еще не было. То есть там нужно было реально даже не работать, а пахать, потому что активность слабая и какими-то правдами, неправдами просил, умолял, чтобы делали заказы, оплачивали вовремя. А это все почему? Потому что не было вот этой системы девочки, которая есть у нас сейчас. Вот запомните, пожалуйста, сейчас зрительно вот этот слайд и мы пойдем дальше. Вот это моя первая красивая благодарность с помощью, которую нам вручали. Я уже, наверное, два года как была директором. Каждому директору вручали такую специально заказанную благодарности «Суберлик» выгодится кристаллами Сваровски. Я думаю, у всех наших девочек это и есть. Оно у меня стоит в офисе на почетном месте. Сияет, так что, девочки, это память очень и очень отличная. ну и я как только уволилась со школы, у меня была мечта еще одна. Я очень хотела открыть еще один офис. И я знала, где я хочу его открыть. Почему? Потому что, как я сказала, я родилась в деревне, у меня в одну сторону был город Пелозерск, а во вторую сторону был город Драгичин. и в Белозерск было ехать намного меньше. А на данный момент я живу в городе Драгичин. Но я прекрасно знала, что в Белозерске нету вообще офиса. И я помнила наставление отца, что нужно быть всюду первой. И я увольняюсь 1 марта. И, кстати, забыла сказать, что на свое день рождения я закрываю звание директора. У меня день рождения 2 апреля, а каталог у нас начинался 30 марта. Вы не поверите, я никогда не видела их денег, так как вы прекрасно знаете, какую я зарабатывала тогда зарплату, а здесь зарплата была в два раза больше. И вот скажите мне, пожалуйста, куда бы вы дели премию, которую вы получите, даже вы получите директорскую премию. Вот расскажите мне, пожалуйста, я жду специально 2-3 человека. Напишите, куда бы вы потратили свою премию. Наверное, так, как потратила ее я, никто не потратил бы. ну, наверное, кто-то слушал меня. Да, девочки, вы не поверите, я уехала в путешествие. У нас в Беларуси каждый год организовывается путешествие директорам. И, как я уже сказала, в марте я закрыла звание директора, а в мае организовывалось путешествие в Прибалтик. У меня даже не было вопроса, ехать или не ехать. Конечно, ехать. Я один раз была в Москве. Больше все нужно куда-то ехать. У тебя компания все организовала. Конечно, это не бесплатно, как мы знаем. Бесплатно дарят поездки только драгоценным директорам. Но я их заработала, я эти деньги честно заработала. И это было незабываемое неделю. Путешествие на пароме, две ночи на пароме. Мы посетили Литва, Латвия, Эстония, Норвегия, Швеция. Такое насыщенное путешествие. А паромы такие огромные, снизу загнали наш автобус, на котором мы приехали. Были на другом берегу моря, автобус нас ждал, и мы красиво поехали по городу. Всюду были экскурсоводы. Все было красиво организовано. Ну, это просто не передать. Привезла кучу сувениров, кучу различных именно особенностей каждой страны. И с тех пор я решила, что я хочу собирать магнит. Вы скажете, как бы это много кто делает, но у меня сейчас холодильник уже полностью заполнен магнитиками. отвлеклась немножко. Итак, после путешествия я открываю второй офис. Это было в июне. Но тот город от моего города это 40 километров. Машины у меня нету. Автобус туда ходит один раз в сутки два часа. И вот так два часа я ехала. Сначала, конечно, нашла аренду, а затем, так как у меня была поставка и в моем городе, я ездила в город Белозер два раза в неделю. Конечно, сначала было трудно. И было очень трудно, потому что, во-первых, город, в принципе, ты знаешь, но там никого не знаешь. И, как оказалось, стоило только мне открыть. А консультантов-то там уже хватало. И вы не поверите, мне понадобился ровно год, чтобы поднять тот офис. Я платила за те деньги, что мне перечисляла компания на товарооборот в моем городе, я платила две аренды. В принципе, ничего не оставалось, но я работала. Я знала, что я не могу ездить на этих автобусах. Мне нужна машина, тем более водительские права у меня были с 2008 года. Но я ездила на автобусах. И так, отработав, отъездив на автобусе два года, я не поверить. На день учитель покупаю себе машину. Скажите, какие учителя могут позволить тебе такой подарок? Да никакие. Нету таких учителей. и я могу с гордостью сказать, что эту машину я купила за деньги, заработанные в компании Фаберлик. мне никто не помогал. И у меня появился настоящий железный помощник. Вы не представляете, какая это экономия времени. Я как вспомню, как я ездила под Белозерс, встаешь ни свет, ни заря и приезжаешь часов девять. И постоянно ноутбук с тобой тягаешь. Ну это страшно даже вспоминать. А сейчас минут тридцать-сорок и я на месте. И сумки не нужно тяжелее тягать. И я начала работать с деревнями. И получается, так как я работаю с деревнями, я могу привезти заказ по пути. И вот так, вот так, вот так, вот так у меня росла и росла структура. Затем два года назад на десятилетии совместной жизни с мужем, я не знаю опять как получилось, вы не поверите, у меня все события всегда под что-то, под какую-то дату, потому что вы, наверное, думаете, я уже ничего не делаю, только цифры ношу в голове. Нет, просто как-то так получается. Наш региональный менеджер мне предлагает, что организовывается поездка директора и предлагает мне взять с собой мужа. У нас не семейный контракт. И в принципе, ну, так нельзя. но было какое-то исключение, я не знаю, может, в честь меня или что. И это было путешествие в Париж. И вы не поверите, ровно 28 апреля, когда мы поженились, мы в это время были в Париже. Это, вот я говорю, прошло уже даже два с половиной года, незабываемо, оно так и называлось. французское путешествие. Мы приехали, сначала мы были в Бельгии, затем, вот как раз вечером мы приехали в Париж, у нас было путешествие ночное по Парижу, Эйфелевая башня, она пять минут горит, мы там пили французскую, настоящее шампанце, мы покупали кучу сувениров, девочки, это надо пережить, понимаете, это никогда в жизни не расскажешь. После Парижа мы там были два дня, мы поехали в Голландию, парк цветов, это, ну, я цветы, во-первых, люблю, если вы наблюдаете на моем онлайн дневнике, столько цветов я не видела никогда в жизни, там гектары, там гектары цветов, а тюльпаны, а есть сказочный дом орхидеи, вы видели когда-нибудь черную орхидею? Я видела, ну, там такая красава, мне передать, понимаете, за границей никакой ни луковицы, ничего не привезешь, вот это мы, конечно, пожалели, но я, как обычно, привезла кучу с тобой сувениров и магнитик, и я вот так вот поездила еще на машине в свой офис прежний, и у меня появляется лидер Светлана Побот, которую я знаю очень давно, мы с ней из одной деревни, она, правда, она чуть-чуть меня младше, но в деревне все друг друга знают, она медленно, но уверенно шагает, я смотрю, девочка вроде бы такая хваткая, я ей сразу сказала, делая 600 баллов, белозерка переоформляю на тебя, потому что ей было ездить ближе намного, лидерка, ну, не сразу, но мы это сделали, в этом году, 1 февраля, офис белозерка был переоформлен на Светлану, сейчас она полноправная владелица, как вы понимаете, уже почти год справляется, и если коснуться чуть-чуть глубь всех моих девочек-лидеров, вы не поверите, но они все выросли из покупателей, это все люди, которых я знаю и которые просто наблюдали, поэтому когда Оксана или кто-то другой вам говорит, Ксюша, что девочки за нами наблюдают, за нами наблюдают, за нами на самом деле наблюдают и просто не делают так, как я, сравнивают и думают, что я хуже, что у меня нет руки или ноги, все мы одинаковые, просто главное захотеть, потом же через сообщество меня находят другие девочки, Мина Довальцова, Ира Цверков, Шахницкая, Алла, Лена Ростолька, то есть вот так, вот так мы по чуть-чуть вырастаем, но полтора года назад муж решил, что ездить на нашей маленькой машинке как-то непрестижно, хотя в принципе, так как я хотела себе машину, эта машина меня устраивала полностью, но я в этом, конечно, не спираюсь, нужно покупать ногу, я отдала ему все карты в руки, пожалуйста, он нашел машину и просто сказал, зайди в интернет, выбери цвет, и в итоге я выбрала тебе машину, прошлым летом я себе купила машину из салона, которая стоила больше, чем наполовину за мою предыдущую, вы не поверите, я вот специально сфотографировалась с этой кучей денег, потому что в данный момент столько у меня нету, зарабатываем, но конечно, вот это железный конь, так железный конь, очень красивая, очень удобная, даже сравнить тот же багажник, коробка автомат, в общем, не едешь, а плывешь, и это, девочки, за 7 лет работы в компании Стерли, у меня уже вторая машина, поэтому не бойтесь мечтать, не бойтесь планировать, просто нужно именно планировать, а не хочу и все, ну, извините, мы много что хотим, просто цели должны быть приземленные, зачем хотеть самолет, ну, в принципе, он нам никому не нужен, или то же самое, там, не знаю, остров какой-нибудь, ну, тоже он нам в принципе не нужен, мысли и наши цели должны быть приземленные, итак, я старший директор, вот, почему я вам говорила, девчонки, пожалуйста, запомните зрительно предыдущий слайд, заметьте, сколько меня людей в структуре, ну, как видите, это за 13 каталог, 667, там было почти 800, активных консультантов, 207, активность группы 31, запомните раз и навсегда, всегда работает одна треть структуры, то есть, если вы зарегистрировали за каталог 10 новичков, из них 3 сделали заказы, это нормально, но если вы зарегистрировали 10 новичков, и ни один не сделал заказ, значит, где-то что-то вы не так делаете, еще раз повторюсь, когда я начинала, не было у нас ни проекта партнер, ни школы будущего директора, не было ни вебинаров вообще, это было какое-то слово, которого мы никогда не слышали, а сейчас вам есть все, от вас только работа, даже если ваши цели, что вы там поставили через 9 месяцев, через 10, не получится, но вы давайте представим, в университете мы сколько учимся, в колледже мы сколько учимся, и мы это все не умеем и не знаем, это все приходит с опытом, даже если вам понадобится 3 года, но что такое 3 года с по сравнению 30 годами, 35, чтобы доработать до пенсии, которая будет еще меньше, чем нынешняя зарплата, это ничего, вот забыла слайд вам показать, вот это я так выбираю машину, мальчик, когда просматривал мои доходы был немножко в шоке, и какая я стала сейчас, сейчас я могу себе позволить фотосъемку, моя жизнь кардинально поменялась, когда я в этом году наконец-то во-первых, первый раз в жизни слетала на самолете, во-вторых, побывала в Сочи, я когда покупала это платье, я и близко не думала, я конечно и умерила, что оно будет так шикарно выглядеть, и все, полностью все, кто меня знает, были в шоке от такого вида, да еще на красной дорожке девочки, настоящие звезды, а сейчас смотрите, как у меня сработал прошлый каталог, вот, консультантов, тех, кто не работает, удалили, как видите, 612 консультантов, 236 активных, то есть чуть-чуть больше, чем было, и заметьте, активность группы 36, а в группе групповых 6500 почти, девочки, пару дней назад у меня был рекорд за 7,5 лет, у меня никогда в жизни не было столько баллов, и это не моя заслуга, первое, что я могу сказать, это заслуга нашей компании, когда я регистрировалась, у нас была только косметика и уходовая косметика, ну и парфюмерия, буквально через месяц добавилась к нам косметика для дома и сейчас у нас реальный магазин, вы, кто за мной наблюдает в чатах или, допустим, может, есть кто в друзьях в соцсетях, я полностью одеваюсь в Суберлик, полностью, у меня одевается муж, брат, родственники все, также все родственники у меня зарегистрированы, а как их регистрировать, очень легко, я имею такое правило очень много лет и все прекрасно знают, я никому не хочу платить никакой выручки, никаких НДС, я все покупаю у себя, поэтому все прекрасно знают, что на дни рождения я дарю только по Берлину, у меня такой принцип, вот, подарила крестнику, допустим, джинс, через год, через два, кума звонит, слушай, так классно носятся, так и так, давай, я у тебя закажу, ну, оденем сейчас в полу, идите, давай, не вопрос, давай, я тебя зарегистрирую, ой, так у тебя же дешевле, а кто тебе сказал, что у меня дешевле, у нас такие же скидки, как и у вас, все, сейчас моя кума делает 100 баллов, уже на протяжении полтора года, точно так же сестра мужа, одна, вторая, мой брат, наконец-то, позже, я ему смогла донести, все равно мы это покупаем, зачем покупать это все где-то, я так смотрю, я задерживаюсь, вы, наверное, скажете, а как же мечта быть учителем, а я продолжаю быть учителем, вот это моя, мой первый выпуск, приглашали меня на линейку, приглашали меня на выпускной, вот я уже с ними на выпускном, у меня огромная команда единой ойши, я являюсь наставником огромной структуры, и не только своей, а вообще всего проекта партнер, да, я часто не могу быть в чатах, потому что у меня офис, где дня неделю поставка, плюс моя подружка оказалась весной заявила мне, что я хочу быть похожей на тебя, я хочу офис, хочешь офис, пожалуйста, 1 марта мы открываем офис, и сейчас моя подружка Ольга Синькевич, которую вы все знаете, имеет офис и ездит, как и я, за 50 километров в другой город, но мы хотим достигнуть результата, мы должны это делать. Заканчивая свой вебинар, я хочу сказать спасибо, конечно, Оксане за то, что меня заарканило в кавычках, своей команде, конечно, всем вам, что вы пришли, и хочу завершить это все словами не сдавать никогда, никогда, никогда и никогда ни в великом, ни в малом, ни в важном, ни в мелочах, если это не противоречит чести и здравому мыслям. Поэтому на этой ноте мы пока не уходим, девочки. Я остановлю запись, а я хочу